здравствуйте добрый день помните меня еще бы ну что давайте по вопросам у вас это свет как-то сильно падает на лицо сделайте я напротив окна просто сижу сейчас а то у вас просто пятно белое такое вот так лучше да еще то незаметно даже что лучше сейчас оно там настроиться должно ну вот лучше сделать не могу уже ладно раз не можете так все ну еще вы свой ролик то видели я выставил да послушал у нас еще не изменяется мы никаких добавок не делаем все как есть так вы не против что это записывается выставляется нет конечно давайте говорите пожалуйста да да игнатий тихонович давайте сразу таком по как по мирскому по социальному спрашивал один вопрос давайте слышали о кураеве хотел спросить слышали или или вы что вот я там видел такое публикацию что один какой-то там журналист он решил как бы проверить кураева и он там выдумал историю мол какой-то там архиерей гомосексуалистом требует ну там массаж и все такое он написал что он просто выдумал и дал кураеву а кураеву ну не проверим ничего не спрашивал ну передал газету газета какая-то это напечатала и то есть ну сделала ссылку на кураева ну вот он там говорит тут видите как то есть что он не проверяет ничего то есть любую клевету пишет ну может передать ну понимаете вот о чем вопрос а в чем состоит вопрос может все таки не стоит так как бы кураева хвалить если он не проверяет а где я хвалю меня и я это как и гиперболично ну я вы говорили там хорошо то есть может стоит как-то задуматься я не ну я не защитник от этого всего знаете вот таких но я просто как увидел эту статью то уже не знаю что и думать ну как бы вдруг там они выдумывают что вам зачем об этом думать и вы думаете о своих грехах а меня как бы мне пьян просто защищал часто ну вот как бы не защищал ну вот мне говорят что-то знаете там на священников а там думаешь да да теперь думаешь ну ну там люди такие мирские дашу мол там гомосексуалисты там у них все такое ну допустим что нету таких еще из этого еще меняется то но я имею ввиду что как бы кашу теперь думать о кураеве то есть верить ему стоит во всем или нет как он пишет то есть вообразите что вы ничего этого не слышали у вас легко на душе вы не можете быть третейским судьей говорится за ноги не держали а что это явление есть это они сами не раз признавали допустим не конкретно о том я не знаю ком говорится но там безобразие таких каких и в мире не слышно это в пятой главе первое послание коринфян апостол павел говорит даже у язычников нет такого не кто живет говорит с женой отца своего так что удивлять это это было есть этот грех есть есть а о ком конкретно я например ни о ком сказать не могу я не знаю мне это разницы никакой об этом нету ну разница конечно есть что душа погибает но не больше того я никогда никого в этом грехе не обвинял я говорю о том что они смешали церковь с миром разницы никакой нету как живут люди что живут приходит от вокруг меня живут дома ни одного нет верующего но любого отпоют любого причастят почему ему когда он был маленький его принесли мокрой ладошкой батюшка его задел по голове все это наш человек но это не понятно да это с этим понятно 5 глава 13 стих деяния апостолов из посторонних никто не смел пристать к ним пусть они это выполнят у них переполнено буквально все безобразиями я вот работаю в тюрьме ну как не сегодня когда я освободился первых мне известен быть людей этих я их очень хорошо знаю все знаю про заключенных поэтому они меня принимает как каторжника и вот они я работаю там 17 лет заметьте 17 лет я выступаю по радио приношу там динамики там да на пасху яйца крашен то есть крестики что только можно для них сделать облегчить бумагу несу разные иконы книги все и за 17 лет я не подготовил до крещения ни одного во вдумайтесь в это я работаю непрерывно и это начальство дает похвальные грамоты что у них ни одного захвата заложников или такой климат мягкий в тюрьме но я не подготовил но вот пришел полупьяный поп полупьяный это они мне говорят и он в один день 470 человек крестит но профанировать так таинство невозможно никому это могут делать только я не крещу даже до крещения подготовил он курит но какое крещение материться так и остается но они люди эти делаются мягче характером потом со временем они могут прийти но у меня не было ни одного случая когда я сам сидел в тюрьме тогда каялись у меня каялись обращались люди а здесь я только прихожу раз в неделю выступаю по радио и и прочее но никто не обратился то есть не было готовых и вот он 470 что на равных разве у них нет никакой грани планка понижена до грязной лужи всех вот приходит в тюрьме две с полной тысячи человек он может в один день причастить всех ну как так когда за то не понятно да на это надо смотреть они как были там гомосексуалисты убийцы такие остаются андрей кураев даже если сказал не проверенный какой-то факт но определенном человеке каком-то но мы же не знаем это тот сказал там они друг другу это дайте корпоративная ложь они защищают друг друга но то что андрей выступил это чего-то стоит он никого не отобрал зарплату они его везде выгоняют даже ходатайствовали говорит чтобы его из мгу выгнали лишили куска хлеба да они то против него кто это молитва особо и там у него поносит конца края нет мне это близко потому что со мной делается то же самое но я знаю это награда великое за это он ко мне приезжал за книгами у меня здесь вот я разговариваю с вами здесь он был андрей кураев вот возьмите он говорит игнатий меня проносит по всем кочкам то есть я упоминаю 120 раз своих книгах андрея кураева то и почти ни разу положительно ни разу то есть где он поступал я не брала что он говорил слова где ни с евангелем не сходится то меня понять надо я жизнь человека не разбираю а его слова что неправильно и несмотря на это после этого он выступает когда его еще не гнали и обо мне говорит самого высокого смысла слова что самый великий там знаменитый миссионер и прочее подумайте это человек необычной души это надо оценить кураев я с него начинал как бы вот эти лекции я кураева все лекции там слушал давайте дальше чтобы чуть-чуть этот ах подождите кураев завтра у него начинается предсудить завтра завтра его судят там завтра так что помолитесь крепко андрей нуждается помощи потом мы каждый день за него молимся андрей нам не чужой но мы во многом не сходимся во многом но эти расхождение не делают нас врагами друг другу я вам говорит потоп был не во всей земле ягода это евангелие от кураева будет уже библия говорит самые высокие вершины покрыты были я вот чем не соглашаюсь мы и не более того я оба когда стали гнать его приезжаем для показываю меня здесь в палате я назвал но тут нары да на нары тюрьме сухарей хватит ему пишут там это в его роликах то отец андрей езжай если за вас и гнать и такой то они за вас ничего вам ничего не сделают я говорю приезжай маленько лишний вес бросишь здесь и ты маленько увидишь какая жизнь то есть ему нужна свобода может и приедет когда как бог знает я расскажу какие наши отношения говорите тогда кстати еще насчет там уху лени там я так отойду чуть в сторону смотрел этих ваших улетелей на тот их не канал честно сказать ну смеялся я конечно вот прям с ними ялся на этих как бы я редко смеюсь так чтобы это то мне прям было смешно вот ну знаете вот никаких негативных чувства но нам не вызвало но смех вот какое-то ничтожное но такое там вот это все а я вот знаете они вас там обвиняют что вы мол хвалитесь там ну так если так в общем да вот а я вот там тоже думаю ну как бы я я не обвинял ничего думаю ну хвалитесь вы там сказали что вот тот хвалится я думаю то пусть я вот у меня сейчас есть пять томов поисия святогорца например вот последний из наших грубо говоря святых их ну из последних канонизированных так он все пять томов по себе рассказывает я я вот он все полностью от ну не кого-то там знаете как это там есть смиренничание там других а вот тот так он говорит я вот так так там поступил в той ситуации вот я а я вот так вот поступил мне говорят и он все пять книг ну то есть там ну если он на себе раз он он все на своем примере конечно это нам повелевает слово божие апостол падает подражайте мне и говорит я более всех потрудился я более был в гонениях они ничего не испытали а сегодня как только я грешный супер грешный до кого ты привлечешь к этим а ты покажи пример ты город на вершине горы почему якобы говорит покажи делу покажи не прячь а покажи веру твою без дел твоих а я покажу тебе из дел моих я и показываю из дел моих они говорят это время да нельзя я показываю можно у нас дети заброшены миллионы детей господь позволил благодатью своей мне образовать лагерь детский ему 44 года без помощи государства тысячи детей поднять без рубля мне не дали нигде кроме гонения они говорят невозможно как я докажу возможно на слова действует не так сильно как дела я конкретно говорю я должен обслугу сделать кормить чтобы было интересно чтобы дети поправились и это все дело только своей инициативой ну и гнати технич я думаю вы себя там святогортом конечно там какой-то в каком-то деле не сравниваете но так и можно как бы и сказать что он идите покажите что он с тобой хвалился а он все все пять томов он по себе ну по своей жизни все рассказывал обруба хорошо в россии погибло 21 тысячи деревни 21 тысячи пуговок наложи и подумай это деревни люди здесь искусные жили они обрабатывали землю ничего нет они пустыри и мы взяли участок получили статус а это так дорого обошлось нам это прокуратура район везде все мешали до белого дома москве дошли мы получили статус или уже двадцать пять лет деревня а оба пусть они покажут пусть они покажут они ни земли не возделают у них ничего нету они говорят невозможно страна развалится мы говорю можно и я показываю делом делом показывают они говорят это была страна нельзя слова сказать этот я говорил везде нигде не отступил бог пять тюрем за собой поставил то они не могут еще сказать я доказываю можно вы врете неправду говорите с вами бога нет где бог есть там все может там абсолютно все может сделать там большинство где бог у них нет рядом бога и поэтому то что говоришь они не могут принять новое вино в старой мехи нельзя залить они не возрождены они мертвые они злобные я их не проверяю ролики их не трогаю зачем это мне нужно у меня своих работ хватает вот так наши сейчас братья пошли на благовестие по домам вот как светили его выходит сейчас по городу пошли кончилось занятие потом мы выставим как мы рассуждаем как ведем занятия собрания как раз об андрея кураев сегодня на собрании говорил что помогли молитвой где какая беда там глеба грозовского арестовали он в израиле священник там педофилии его обвиняют доказать меня это не касается я всех поднял на молитву где бы что не было мы сразу бьем тревогу они не знают этого они чужие друг другу а у нас большая семья вот и потом меня много врагов и много друзей и знаете просто понимаете если я вот например они там говорят там гуру там какой-то там этот типа сектор да ну типа что вы там давите я вот слушал ваши ролики с никитой но ну вот не с никитой ну вот парня вы обличаете что ленивый там не ну глаза там не поднимет свои там не посмотрит ну вы поняли никита да это это но все равно понимаете вот например я себе знал что вы такой строгий вот я ну я например знаю да меня можно тоже сейчас взять загрузить мол ты такой и сякой но я например слушал ваши ролики там с каким-то вы другим там пожилым спорили но вот вы спорили но а я слушал и смеялся тоже ходил потому как ну вот все равно вы знаете у вас ну есть как доброта у вас какая-то ну то есть даже в гневе в своем вы ну как бы не очень страшный на самом-то деле и поэтому я может быть вам бы и не звонил если я узнал что вы там я как бы все равно к вам отношусь как-то ну ну я просто вижу что вы как бы внутри вы даже можете там иметь вид такой ну как бы строгий вы и есть строгий но все равно у вас вы внутри добрый давайте к вопросам еще давайте быстренько потому что время не сильно не терять так давид там говорит искуси меня там ну давайте я не буду искать я думаю вы и так помните ну господи он там просит испытай меня искуси иаков там просит испытай искуси ну и молитва не веди на свои искушения ну то есть как ну то есть вот это можно сопоставить искушение двух родов бывает от бога и от человека под дьявола от бога только два искушения вы их записываете а я послушаю потом болезнь и гонение вот только болезнь и гонение когда за слово божие вот это от бога все остальное от вымыслов то есть конкретно конкретно не веди нас в искушение когда говорится какое искушение нужно понять я не хочу чтобы я лежал парализованной мне очень трудно будет парализована это герой веры лежит я не герой и поэтому я хожу на ногах а он лежит он парализованный он герой веры потому что он трудится так много сергей козлов у нас с воронежа вот и все не веди в искушение это когда какие-то передряги бывают сатана нападает там нет порядок семье у тебя женой неладно дети господи помоги перенести это не веди в искушение не допусти не в виде означает и не допусти удержи слова надо расширять не просто так конкретно кто накормит и напоит двадцать пятая глава евангелия от мать пе а сегодня еще кормить то когда все везде полно в магазинах духовно накормит влагой небесно напоит людей от жажды после атеистического плена человека спасет вот надо дальше понимать раз не просто дал два динария в гостиницу отвез два динария новый завет и ветхий завет а что сверху сращу то что в толковании потрудишься когда вернусь до плащу то есть кристос при этом втором пришествии разверни эту картину то ты увидишь что вся жизнь перед тобой твоя и соседняя будет не веди в искушение то есть сверх сил чтобы мне не было крест мой как раз по мне я не слышу плохо я никакой нужды в этом не испытываю я не слышу что говорят я все время занимаюсь у меня это волнами было то слух есть то нет я в школе учил уроки всегда на два-три урока раньше я не слышу о чем говорят понимаете и это мне сгодилось на всю жизнь я самостоятельно я не семинаре не академии не кончал но сколько я прочитал если все собрать это но не меньше 5-7 университетов надо они речь идет о тоннах литературы у меня только архив 13 с половиной метров 750 килограмм только архив я кому говорю а вы хвалитесь ну какой похвали я просто говорю ничем нельзя говорить у людей нет это называется пистолярное наследие не переписываются я переписываюсь в год примерно с конвертами 1200 конвертов вообрази и у меня только переплетенные по 650 700 страниц а я переплетчик сам реставратор с корочками там с капталом все это 77 томов это после ареста потому что все остальное у меня было изъято сожжено у меня снова столько появилось такая переписка и я кому пишу у меня копии все это это не сейчас пока интернета не было так у меня из интернета то какие составляются сколько я же все что разговариваю сохраняю которые писем обиде идут у меня по месяцам по дням все выделено почему я везде ищу зерна все очень интересного ты на наш форум зайдите последний это переписка соболевым и вы там увидите ни одну страницу не две а интернетных страниц уже сегодня 8 а 8 это на каждой допустим но если взять допустим обыкновенная книга может быть по 60 страниц больше на одной странице на это интернетный а у кого есть они у кого я не встречал даже такого почему я переписываю с мусульманами там с кем бы и все мне это интересно интересно и я выделяю разным цветом как идет у нас диалог как сектант пришел где момент переломного него наступила чего и люди учатся на этом я прожил жизнь очень интересно из-за того что меня все интересовало я об этом когда говорю что такое искушение этим занялся а было у меня искушение были были искушение и не от бога ну и как никак бог победил их бог не я я прошел мимо вообрази я служу в морфлоте значит то я не калека но в морфлоте и в это время начинают сформировать ракетные войска со всех родов войск это 61 год момент неделя был маршал потом он погибнет при запуске ракеты и вот нас собирают со всех тогда еще как артиллерийские значки на лацкане были где-то нас всех отовсюду собирают разных-разных чтобы было 10 классов и какое-то высшее образование это сколько набрали ну видно что грамотных людей набрали то но никто не занимался тем чем я занимался я занимаюсь изучением иностранных языков политикой мира кто бы занял готовлюсь институт международных отношений это все во время службы в армии мне это очень интересно командир что-то говорит а я за ним быстро перевожу сам для себя уже где-то мне очень интересно была жизнь а хотя я жил среди самой этой толпы вот представь в это время меня ставят техником смотрителем когда уже с морфлота перевели в эти воинских зданиях ракетный хвой с дальнего востока увольнительный на год и в это время приезжает молодая учительница понимать что что это такое я один с ней остаюсь ночевать в кабинете меня бог сохранил почему страх был от матери она говорила сынок нельзя это нельзя ты погибнешь я боялся ада а это даже вообразить невозможно остаться одним на одном диване и господь меня провел и я не пожалел никогда бы об этом я не знал женщин почему страх божий был я знал пока женишься все чтобы было венчано и как положено пусть они похвалятся этим священники ставят когда они изблудились а его ставить нельзя если не девственник правило канон жена у него должна быть девственница если она не девственница это под вопросом вот вопрос еще чем то они ничего не могут о себе показать а я хвалюсь моим господом какие победы он одержал вот вам искушение ничего не могут ответить да у меня были искушения я готовился быть террористом я все положил для того чтобы отомстить коммунистом быть убийцей тренировался стрелял нырял лазил спал резал себя чтобы нигде не выдать ничего а господь меня сделал гоним из савла сделал павла в меньшем масштабе они не могут этого сказать у меня именно мгновенное обращение было они не знают этого с бабушкой ходил такой остался вот какое дело то почему и нападки и проще то а это было искушение великое искушение у меня было я готовился день и ночь к этому и в один момент бог переделал встреча в дамаске осеял свет я упал я могу это показать и назвать этот день 27 сентября 62 года 17 00 они не могут это показать поэтому они какие были такие есть в них остается вкус вина как у мава и бога заброшу тебя далеко в другую страну они не видели этого не знают и мы настолько разные я в свободе совести прожил жизнь не покрывил совестью ни разу они этого не знают ему искнули он лает ходит бегает ищет ну сказал ну сказал ну даже все правильно они сказали еще из этого пока вы сказали то за это время то мы успели еще два пруда сделать еще дорогу отремонтировали за это время за из моих рук утекло 440 тысяч рублей я все это показываю как деньги отсчитываются и не для себя это делаю а для тех которые люди будут жить но они не могут ничего этого показать они живут для себя эгоисты у меня нет ничего для себя нету нету наушники куплены компьютер мне пришел один купил телефон куплены вот этот самый мелкенький он куплены и за него платят куплены я не рубля не положил это все в курсе давайте я извините что перебиваю просто ну времени сейчас придержит мой этот ребенок чтобы он меня не отвлек а я успел задать ну потому что может давай капризничать начать извините что это я просто это все слышал в других скайпах и чтоб я вас перебил да ну тут конечно давайте вот сразу я сейчас по новому завету там такие конкретные вопросы в там евангелие от луки он магдалине марии по моему магдалине он говорит не прикасайся ко мне ибо я не вошел еще к отцу своему иисус христос после распятия после воскрешения и в это и в этой же может не главе но в этом там же через пару страниц он говорит фоне вложи персты свои в раны мои и проверь то есть а та и в одну и он же может сказать в этой же давайте сказал б этой же голове допустим он говорит и не прикасайся а его это же говорит ложь иисус почему так сказал то есть как почему почему потому что мария магдалина думала обращаться с ним когда этого. Он ее разум поднимает к небесу. Мой отец, ваш отец. Я бы отхожу к отцу моему, отцу вашему. Со мной нельзя по-прежнему обращаться. В ней не было неверия. Была вера огромная, накинулась. А у Фомы не было неверия. И удостоверить его, он говорит, вложи. Но нигде не написано, что он вложил. Он только сказал, Господь мой, Бог мой. Нигде тут не было, что... Нет, ничего нет. Не сказано, не будем говорить. Так что никакого противоречия нет. Понятно. А я просто подумал, это может какой-то сакральный смысл. Вы знаете, вот... Нет, нет. Смысл один. Он разум ее поднимает к небу, говорит Иоанн Златоуст. Я понял. Ничего там сакрального, мол. Ничего нету, нету. Только то, что со мной обращаться, как вчера, ты не имеешь возможности. Я уже не тот. Я в прославленном, новом, нестареющем теле. Понятно. Давайте мы сейчас вернемся к прошлому вопросу. Вот вы там говорили и о вере, например. Я тут два вопроса соединю в один. Вот о Царстве Небесном, как горчичное зерно, да, вот говорят, что оно растет. То есть оно не так сразу вот, знаете, вспышкой там, а оно вот возрастает постепенно. Вот, ну, например, можно что же так сказать? Ну, то есть, не сразу... Ну, то есть, можно это понять, что ты не сразу, например, всего своего там плохого лишился. Ну, кто-то сразу, например, может покаяться и все, и ничего не делать. А кто-то, например, постепенно изживает свои страсти. Если они уже, например, навык, навык уже в них там есть. И, извините, я сразу скажу, чтобы в один... И возьми свой крест, например, и иди. Крест, например, он только добровольный у тебя? Или, например, у тебя там, например, ну, кто-то там тебя постоянно достает, да, например, мучает, а ты ему ропчешь. Это уже не крест, например. Ну, то есть на него там злишься, психуешь, ну, как-то терпишь. Это тоже крест или не крест? Ты этот крест не несешь с благодарением, вот как надо сказать. А надо на первой... Сейчас, извините, Ильяна Теснович. Скажи, скажи, здравствуйте, дедушке. Скажи, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Скажи, здравствуйте и бежи, скажи, дедушке. Ну, не хочет. Давай. Не хочет, ладно. Да, он маленький еще, два года, шесть месяцев. Все, ушли. Ну, вот я вам отвечаю на этот вопрос. У вас еще что здесь в этом вопросе непонятно? Крест. Вот тот, что... Нет, вы не о кресте начали говорить. О горчичном зерне. Это вообще царство, это вся церковь. И кроме того, там не написано, что пороки останутся, а именно возрастание. Возрастание. Дерево, семя попало, и оно растет не в один день. Вы правильно говорите. Но росток пробивается сразу. Допустим, когда посадили его. Это не растягивается на пять лет. Дерево может начать плодоносить и через год, и через два. Это говорит о том, что мы настоящие плоды даем со временем. А отстать от старого, это нужно сразу, мгновенно. Он был гонителем, уверовал, все кончилось. Обратился Захей, половину имения раздам, уже все. Кого обидел в четверо, это сразу делается. А уже, чтобы быть совершенным, пойти на проповедь, знать Писание, это со временем он будет накапливать в себе эту. Но уже в святости. А не так, что, ну, курить я не могу бросить, я брошу через пять лет. Ну, пил маленько, наркотики принимал, ну, постепенно лет через десять брошу. Нет этого. Это все сразу, все. Ты родился свыше, тот умер прежде человек, его нету. Нету. А сразу, извините, перебью. А как же вот это, ибо, ну, вот это известное послание к римлянам, что не понимаю, что делаю, потому что не делаю то, чего хочу, а что я ненавижу, делаю. Ну, вы поняли, вот этот известный текст наш. Это Павел говорит не о себе, он говорит о человеке, об Адамовой природе. Ну вот. Вообще о человечестве, а не о себе. Он не делал то, что не желал делать. Этого не было у него. Он говорит, я, думаю, имею Духа Святого. Подражайте мне, как я Христу. Он Христу подражал. Какой там мне? Он говорил, бедный я человек. Он говорит об Адамовой природе. Бедный я человек, то есть человечество. человечество. Его тянет человека. Грех обладает силой притяжения. Он не о себе говорит. То есть, это вы стопроцентно уверены? Стопроцентно. О себе он не говорит. К нему это совершенно не относится. Он говорит о природе человеческой. Это в предании, это кто-то в Златоустах говорит. Это так отвечают те святые отцы, понимают. А Павле там нет слова. Он говорит, когда я, и дальше говорит, когда я жил без закона. Он без закона никогда не был. Он родился. Он родился под законом Моисеевым. Фарисеев это фарисеев. Он говорит, когда я жил без закона. Какой Павел без закона-то? Ну явно, что не о нем речь идет. Он без закона не был ни до защития, ни после. После рождения. Вот так. Я, говорит, от фарисеев парисеев, с колена Вениаминова. И перечисляет. По правде законной, непорочной. А там говорит, что закон нарушал, не знаю. Не было у него этого. Это природа Адамова, которая не получила еще законно, как вести себя. А потом, когда закон пришел, через закон познан был грех. Я даже не знал, что это грех. В общем, как оправдание, все. Нельзя уже этот текст к себе применять. Никак. Это не относится к человеку. Это может сказать человек, который язычник, который не знал. Он скажет, вот это на меня похоже. К Павлу это не относится. И ко мне. То есть, конкретно к христианину это уже тоже нельзя относиться. Можно, если он был язычник, и не знал Христа, и грешил. Тогда он может сказать. Павел не был этим грешником. По правде законы, непорочные. Он о себе говорит. То есть, закон он исполнял от и до. Строжайшие, говорит. По строжайшему в нашем учении, фарисейскому. От фарисея. И отец фарисей, и я фарисей. Фарисеи это были исполнители закона. Законники. Понял. И крест, давайте я вас, думаю, так переключить. Теперь крест. То, что Господь дал тебе. Какой рост, какая нация, где жить. Это все твой крест. Женатый, неженатый. Крест. Ты должен нести безропотно. Не только безропотно. А выпросить у Бога, чтобы это делать с радостью. С благодарением. Я православный, понимаете. Я православный. Поэтому все посты. Все правила канонов, это мои. Я должен делать их с радостью и с любовью. Болезнь. Вот у нас... Болезнь. Болезнь. Надо еще посмотреть, от чего она болезнь. У человека болит большой палец в ноге. А вот от чего? Он курит. Да, да, да. Ну, от грехов тоже может быть. Это о грехах не говорится. Человек принимает крещение. Он в воду, когда погружается, умер прежний человек. Из воды выныривает другой, новый. Рождение свыше. Он другой. И во грехе он не может быть как обещанию Богу доброй совести. Какое обещание-то? Если ты думаешь опять жить во грехе. И вот, допустим, мы считаем это житие Севастьяна. Там одного крестят, допустим, Тевурти. Ну, и он уже в воду заходит, а его этот священник говорит, отрекся ли ты от прежней греховной жизни? А он уже разделся. Крестили-то голова. Он сразу повернулся, из купели вылез. Ничего не сказал. Давай одевать. Я говорю, ты что делаешь-то? Я же крещу тебя. А что ты меня раньше не спросил? У меня две наложницы. И он пошел тогда их, наложниц выдал замуж. Наградил их, чем требуется для жизни. Все дела устроил. Пришел, разделся. Я говорю, теперь давай крести. Я отрекся от всего. А что ты спрашиваешь? А сначала не научил меня. Это прям православная история. То есть, например, смотрите. Вот как вы относитесь к евреям? Вот к евреям, к иудаизму в частности. Я вам говорил, как. Это первое благословение. Никогда не хули детей Авраама. Да, это я понял. Это само собой. А к их учению? Вот по Торе. Какое учение? У евреев, я тут тоже себе записал, у них есть тоже покаяние. Как оно там, митцва или как оно у них там называется. Ну, то есть, они там раз в году, они там, у них такой обряд, то есть, который якобы, вот они каются и тоже якобы Господь им прощает грехи. Ну, то есть, знаете вы о такой, там вот эти праздники, у них там определенный праздник, им там дает Бог на год судьбу якобы. Ну, это если там по, наверное, уже не по Торе, а, наверное, уже по Талмуду, это уже думают, там по какому-то. И вот к чему я вот спрашиваю вот это. Вот смотрите, если у евреев есть покаяние, и которое я... То есть, это у них по Моисею, ну, можно каяться, то есть, им, ну, если вы в курсе, то есть, если вы не знаете о ихнем вот это, о вероучении ихнем... У меня три тома написано на это, знаю я или не знаю. Три тома по 750 страниц, я эти вот этот вопрос разбираю по Талмуду. Ага, и так просто вот, смотрите, я слушал там у них про ад, вот этот Шеол, или как он у них там... Шеол, да. Я слушал там, ну, как бы интересно, и там много чего, ну, я там, картина там какая-то складывается, я сравниваю все время. И вот он говорит, что там каких-то определенных кругов ада проходят там праведники, ну, не идут в них, например, или почти всех. И тот, кто жил со сварливой женой всю жизнь, не бросал ее там ради детей, терпел. То есть, сварливая жена, это крест или не крест? Крест. Да. Понятно. Тяжелый крест. Ну вот. И сразу же я хочу спросить, Бог дал заповедь с одной женой от Светхого Завета, это пошло от начала, я как бы не помню, ну, если напомните мне. То есть, это к чему? Слушай, у Давида было несколько жен, у Соломона их много было жен. То есть... Он нарушил. Там написано, что когда ты будешь богат, чтобы не было у тебя много жен. Это он нарушил все. И вот... И он за это поплатился. Ну, еще бы. И жены совратили его, он стал вместе с ним, Богу Хамасу и другим приносить жертву. А как же здесь тогда его премудрость? Ну, когда было, мы не знаем, но так в конце он полностью свихнулся. И... И поэтому... Вы в храмах его икону вряд ли найдете. И имя Соломона у нас нету в свете. Нету Соломона. У нас была еврейка, она воина Соломона, но у нас Соломона нету. Крестить во имя Соломона не будет, священник. То есть, он упал, да? То есть, вообще... Упал. Не просто упал, он разложился. Он достоин смерти. Про это я не знаю, не написано. Но написано, что из-за него произошло разделение. И родился скуда умный Раваам, сын его. И Израиль разделился на две части. Это написано в Иисусе Серахове и премудрости Соломона. Понятно. И почему же он в Библию включен? Или это не имеет значения? Ну, то есть, говорил... Канон принято. Во времена Езра это принято за канон. И все. Мне зачем слово «почему» ставить, когда уже принято? Я понял. Хорошо. Ну, то есть, они просто это как бы нарушили и это... Что говорят делать и по делам не поступайте. А даже Давид. Ну, даже Давид. Ну, что Давид? Вот он, 50-й Псалом, принес покаяние за то, что отнял жену и убил мужа. Но он же потом не уволил, как бы, своих других жен и не остался с одной женой. Он был наказан. И наказан был очень тяжело. Сын Новосолом у него отнял царство. Он едва головы не решился. Господь говорит, разорю и не оставлю без наказания. А вы напомните, Соломон это сын Давида? Или Давид сын Соломона? Нет. У Давида родился от Версавия Соломон. Соломон Давидович. Так что Соломон сын Давида. Конечно. А Раваам уже сын Соломона. У него дед и Давид. И вот почему Давид говорит, я сказал, как я вас спрашивал в прошлый раз, в опрометчивости своей, что всяк человек ложь, а Соломон потом, по-моему, он говорит, всяк человек ложь в Экклесиасте. Он говорил такое, всяк человек ложь, Соломон. Почему он отца своего, а не этот? Он говорит в опрометчивости. Он говорит в опрометчивости. Да, это Давид сказал. А Соломон в Экклесиасте где-то, это же его известные слова, всяк человек ложь. Или это не, Соломон такого не говорил. Это я уже по памяти. Как, не говорю, что именно? Что всяк человек ложь. Вот такой, это как бы известный афоризм ходит, что Соломон, мол, сказал это. Ну, надо показать, где там. Если вы конкретно не помните, тогда я не, потому что я... Нет, я показал, где псалтери, но теперь где это у Соломона написано? Что их... Ну, что всяк человек ложь. Если слова вы не переначивали, я их сейчас... Возможно, я ошибаюсь, да. Ну, то есть, я их слушал и раньше. Слышал и раньше, что всяк человек ложь. Вот, смотрите. Солом 115, второй стих. Я сказал вопрометчивость о моей. Всякий человек ложь. Притча. 2.12. Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Иеремия 10.14. Безумствует всякий человек в своем знании, срамить себя всякий плавильщик истуканом. Иеремия 51.17. Безумствует всякий человек в своем знании, срамить себя всякий плавильщик. Ибо истукан его есть ложь. Иоанна 8.44. Дьявол был человеку-убийцей от начала, когда говорит ложь, говорит свое. Все. Нигде у Соломона этого нет. Да, это значит, я что-то... У меня в голове оно ходило. Это значит, где-то, знаете, бывает... Там, приписыв. Ну, в общем, так, мы это увидели, что не так. Какое слово ложь? Мы не можем сказать, что Павел говорил ложь. Никак не говорил. Иоанн не говорил. Ни Петр не говорил, ни Яков, ни Иоанн. Ну, вы уж простите, что я сейчас поперескакивал. У меня просто оно записано. И оно просто как бы попереходило. И я поперескакивал. Может, мы не закончили даже там некоторые определенные вопросы. Те, потому что я пытался одну картину сложить. Так, говорите, что мы не закончили. Нет, мы, я думаю, все закончили. О евреях я... Вот только... Ну, почему как бы я не хочу, знаете, там, ничего... Вот покаяние, если у них есть покаяние. Покаяние есть, а прощения нет. Они не могут каяться в том, чего не знают. Деяние апостола, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени, данного человеком, которому длежало бы нам спастись. 3.36 Евангелие от Иоанна. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына не имеет жизни. Но гнев Божий пребывает на Нем. Не имеющий Сына не имеет Отца. Они не приняли Иисуса, и Отец уже Небесный, Его вам ничего не поможет. Они прикрываются Моисеем. Но Моисей на суде скажет, я вам говорил, что из вас самих вас ставит Господь в торзаконе. И вот, слушайте, как меня, 15 глава, это 18-я. Вот. Они должны были слушать Моисея, принять Христа. И поэтому прощение в крови Христа, без пролития крови нет прощения грехов. Так написано. Читали это? Да, да, конечно. Ощущаемся в крови Иисуса Христа. 1 Иоанна 1,7. Они Его не приняли, а распяли. Кровь Его на нас и на детях наших. Вот и все. Никакого прощения там и нет. А у них, которые там руководители, они не священники. У них священников нет. Никаких сакральных действий они не проводят. Прощения прощать, грехи прощать они не могут. У них нет этого, как у мусульман. У них просто нет этого человека такого. Понятно. Вообще нет. Я с мулами, с саровинами встречался, а у нас, говорят, этого нет. Я руководитель, но больше я не могу ничего делать. А вот Иоанн Претеча. Там написано. Они почитали его пророком, что его там даже Ирод боялся трогать, например. То есть еврейский народ почитал его пророком. А какое же отношение было потом у еврейского народа после смерти? Ну, то есть, почему они его, как бы, если они тогда почитали пророком, уважали его, например. Он проповедовал покаяние. Ну, покаяние же он проповедовал. И крещение только без духа. Ну, как бы, это... Почему они о нем ничего не... Ну, как бы, есть в Талмуде, например, о нем кто-то или нет? А Иоанне? Если весь народ его почитал пророком. Иоанна Претеча. Весь народ, это тоже образное выражение. Не весь народ. Когда говорится, что весь народ, это означает много. Слово весь много, но не весь. Это не так. Народ многие не знали о нем. И поэтому, чтобы собрать людей, не было тогда там плакатов, что-то. А вот место Иордан, куда люди сходились, и там его была площадка, где он стоял на трибуне. И он пришел для того, чтобы людям и видеть Христа. Я его не знал. Но идущий за мной и дальше говорит, кто он. Я не достоин ремень и обуви развязать. И пославший меня сказал, на кого увидишь сходящего Духа Святого в виде голубя-то. Вот он его увидел. Задача его была выполнена, и он отошел. Он был закрытый. А за что ж его почитали? И теперь с арены он уходит. С арены он уходит, чтобы ученики не спорили, кто выше, Христос или Иоанн. Миссия Иоанна была закончена. За что они так почитали в народе? Даже царь. За образ жизни его. За образ. За то, что он не боялся Иора, да говорил правду. Это привлекает очень людей. Это было там тоже 30 лет только. Он же, как уже, заслужил уважение такое. Ну, то есть, как Христос. Он же там старше, там на несколько месяцев всего лишь был. И Христа. Да. Ну, да. Полгода. Да, и почему он, ну, я вот не понимаю. Ну, там жилиши разные тогда. Это же то, чтобы он был там каким-то богатым, а потом оделся во вретище и ушел там. У нас сейчас этим никого не удивишь, например. А раньше-то и подавно. Ну, или образ жизни не просто, что он там ходил отшельником, а еще, наверное, какие-то мысли. Ну, он что-то рассказывал, проповедовал, что-то же, ну, там. Он обличал. Он отвечал на вопросы. Его спрашивали воины, что нам делать? И он говорит, не требуйте больше того, что положено. Не обижайте. А нам что делать? И другие. А нам что? Он всем отвечал. Это был трибун. Он всем людям говорил, как нужно правильно жить. Приготовьте место. Прямыми сделайте стезию ему. Он был глаз вопиющего в пустыне. Вся страна была в пустыне. Все молчали. И он один голос раздался, как Иеремия начал говорить. То есть, он проповедовал, как бы, мессию, что, Боже, он придет. А они ждали, получается. А они спрашивают, ты пророк? Он говорит, нет. А как нет, когда он пророк был? А почему сказал нет? А они спросили его, и впереди стоит определенный артикль. Ты тот пророк, тот, которым говорил, восставят среди вас пророк, а его, как меня, слушайте. Моисей говорил, ты тот пророк? Он говорит, нет, я не тот. Тот, о котором он говорил, он один. Он придет за мной, недостойно ремень обуви разбязать. Я пророк, но я не тот пророк. Они вопрос задали именно о том, с большой буквы пророк. А что, Христос? В оригинале написано именно тот пророк. Там артикль определенный, буква О, с хвостиком шагит. Хорошо. Давайте следующий вопрос. Михаил Архангел. Послание Иуды, святого апостола, брата Иакова. Когда Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произвести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расплевают себя. Я так понимаю, что нам нельзя злословить власти, да, например, никакие. То есть мне, например, как украинцу, Порошенко злословить нельзя. А зачем? Мы за него молимся. Чего ради я буду злословить-то? Мы каждый день молимся за Петра несколько раз. А может быть это касается и властей церковных тоже? И за церковные молимся. Я молюсь за Папу Франциска и Венедикта каждый день. И Патриарха, Кирилла. И Патриарха, Кирилла, поминаем. За Паму молимся. Мы каждый день молимся. Мы молимся и просим мира Израилю. Первым делом Россию, Украине и Сирии. И где идет война. Мы каждый день молимся об этом. Я имею ввиду, что оговорить, вот, как бы, вслух, там, да, например, обличать, там. То есть имеем право мы. Как? Не понял, что нужно? Мы открыто вслух молимся об них. Нет, нет, я имею ввиду, что, мол, там, Патриарх, там, часы носит. Ну, там, хотя я, конечно, как бы... Глупости, какие часы. Я разбираю, допустим, его ответы. Он отвечает как? Отвечает не по Евангелию. Я это разбираю у слова. Разбираю. Это мое право. Мое право, чтобы людям показать, что говорит он не по Евангелию. Это раньше, когда он митрополитом был. Ну, то есть, а это будет правильно, да? То есть это ничего страшного. А как же это? Я его не сужу нигде, ни за часы, ни за то, что он там табаком торговал, водкой. Меня это не касается. Это слабости человеческие. Но когда учат неправильно, я обязан сказать. 3,18 языки Иля. Если не будешь обличать, говорить, он погибнет, а с тебя я плющу кровь его. А он вас слышит, как вы думаете? Я ему писал письма. Поступали ответы, что получено. А слушают он меня или нет? Но дело в том, что когда Антоний был у нас, епископ, и он приехал и говорит, патриарх Алексей Второй был. Я, говорит, когда у него был, он меня спросил, а какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным? Значит, знает. И знает и Кирилл об этом. И Алексей Второй знает. Он знает не по наслышке о нас, а у него материалы есть. Понятно. Давайте дальше по Псалтыре еще. Я забыл задать в прошлый раз. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. То есть, это значит, что он считает себя безгрешным, Давид, или как? Ну, как считать человек? Человеческое зрение – это не полнота. Мы все видим как тусклое стекло гадательно. Когда на солнце затмение бывает, и он дымом задымит. И там видно тогда, чтобы глаза не слепило. И Павел говорит, мы сейчас видим, рассуждаем, как бы через такое стекло, гадательно, догадость, какие-то контуры там, еще не приблизилось рядом. Вот у вас свет падает, вы руку поднимите сверху, и посмотрите, какая тень на земле будет от лампочки. Расплывчатая, там не поймешь. Ни одной щербинки не видно, ни ногтях, ни ногтях. Чем ближе к полу или к бумаге, вы увидите, как теперь все больше и больше похоже на ваши пальцы. Даже если какой-то ущерб там отразится. Вот так события мировые вплотную, когда приходят, уже тогда ясно, что вот так. Я не видел в себе этого, он говорит. Он говорит. Если бы я видел, Иов говорит, я боялся его большого собрания народа. И поэтому, когда человек живет тут греховно и выходит куда-то, он потерпит поражение. Его со всех сторон начнут щипать. А если ничего нет за тобой, ты смело говоришь, тогда свобода совести. Они рабы, они раболепствуют. Они не знают, что такое свобода. Андрей Кураев в этом вопросе, он почти свободный. С момента, когда его начали долбить. Выгнали его с профессоров и другое. У него совсем другая речь засвучала. Но еще это не полная свобода, потому что он все еще там. Так, я тут закладку себе положил. Но я сейчас, давайте, я зачитаю. Мы вместе, вы мне объясните. Потому как я не очень помню сильно, что у меня тут оно этот. Кто усмотрит погрешности свои от тайных моих, очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. А тут объяснять нечего. Тут все наяву. Тут все сказано. А там совершенно нечего объяснять. От тайных моих, которые я делаю тайно, скрывай. Удержи меня, чтобы этого не было. Чтобы я не уклонился к извинению дел греховных. Давид так говорит. Днилые подпорки не подставлял. Ну, это вот поэтому, это так, вот это так. Вору не спускает, когда он кранет голодный хлеб. Даже тогда ему не прощают. И поэтому, зачем это? Нет, и все. От тайных моих, очисти, освободи. И тогда я был бы от великого развращения свободен. Я не виновен был бы в этом-то? Понял. И все. Я бы боялся этого в интернете разговаривать с ними. Если я бы за собой что-то знал. Неверность жене, допустим, на работе воровал. Были где-то документы подделал. Ну, мало ли, что-то такое. То у меня ничего за мной нету. И когда они городят, вот это что-то ищут. Я в другой раз даже оборачиваюсь. О ком они говорят? Они говорят не обо мне. И поэтому мне свободно с ними можно говорить. А хотел бы ты вот за ними их ролики брать, вот так делать? Конечно нет. А зачем? Зачем? Перед Богом это все. Они этого не знают. Это безбожники. У них ни веры, ни страха Божия нет. Ни уважения к собеседнику. Ну, за это награда от Бога. Радуйтесь и веселитесь. Но каково им-то будет? Я каждый день за эти гонители, которые тролики выставляют, я молюсь и молюсь и днем и ночью. Господи, прости им. Они не знают, что творят. Дай им веру и страх. Да, вы вообще не обращайте внимания. Там же смех какой-то. Я не знаю, кто будет. Знаете, они там музыку какую-то. О-ло-ло-ло-ло. Это мой канал. Это мое видео. Оно ж настолько... Я смеялся. Ну, мне смешно, насколько оно ничтожно. Ну, вот именно, что они хотят. Ну, мне смешно. Я знаю, например, я к вам, может быть, отношусь. Я там, ну, знаете, они как там. Я к вам нормально отношусь. Я знаю, что вы... Ну, то есть я... И мне смешно, как бы, веселит меня это видео. То есть как шутку воспринимаю. Но я что понимаю, они влаживают в это. Типа, что-то вы там плохое, там, говорите этими словами. Ну, то есть я думаю, вообще там, за них даже не стоит вам и видео записывать. Ну, может... Нет, я обязан... Загонители молятся. А как бы оправдываешь. За врагов в первую очередь. А я должен показать. Если они отвечают... У русских такое. А молчишь, значит, правда тебе говорят. Молчание – знак согласия. И поэтому я объясняю, что они лгут. И должен пояснить хотя бы один раз. У меня... Нет, меня спрашивают... У меня многие пишут и спрашивают, ну, почему вы молчите? Ну, это же неправда. И я должен пояснить. У них ничего на этого нету, ничего. Если я виновен, вы везете меня в церковный суд. Назначим комиссию. Я как бы... Ну, если есть время, да, занимайтесь. Давайте еще вопрос по поводу... Я пришел... Ну, я не могу сейчас найти, но я так помню, что хотел узнать. Чтобы видящие... Чтобы не видящие там увидели, да, или прозрели, а видящие стали слепы. Какие это видящие стали слепы? Те, которые думают, что они видят, отступили Христа. Да. И они услышали на раз теперь извинения, никакого нет. И они ослепли, да? Конечно. Это определенные, не видящие, не знающие. Видеть – это знать, знать, знание. И им Дух Святой открыл, они теперь стали видеть. А которые думали, что видят, у них сегодня-то было. Они ослепли, они перестали понимать. Зло бы ослепило им глаза. И они стали искать, как бы его предать смерти. Все. И последний вопрос. Ну, это не скорее не вопрос. Какие это так, какие святые, вот из известных, особенно если, Игнатий Тихонович, вы так, поближе к нашему времени, там, Бринчанинов, Зеофан Затворник, там, кто там еще там есть, Силуан Афонский, да? Эти, может быть, такие, если говорят, ну, как вы, вот, о бороде, что бороду бить нельзя. Не, ну, именно, чтобы они делали акцент на это, вот, люди же к ним ходят, обходили, например, раньше. Мы не знаем, говорили они или нет. Просто их, понимаете, то, что у них напечатано, там десятки комиссий проходят и кастрируют и убирают. Я считал, вот это было. Сейчас смотрю новое издание, там этого ничего уже нет. Вот они канонизируют Матрону. Матрону канонизируют, Московская. И она очень серьезно относилась к священникам, обличала их. О, это не пойдет. Они это все, раз, выхлестнули. Кастрируют. Воспоминания людей, которые ее знали, и они это теперь начинают, которые ее не видели, не знали даже. А вы как-то откуда знаете, что она обличала? Да это пишут об этом. Откуда я знаю? Я все знаю оттуда, откуда другие знают. Она обличала, да, священник? Откуда? Обличала, она обличала. Как обо мне пишут, говорят, вот поверьте, говорит, вот Игнатия не будет. Его книги проще, что где обличал церковь патриархию, уберут, говорит, и канонизируют. Я говорю, как там ногой, так и вылетите из могилы. Я не верю в эти канонизации. Почему? Первое, Коринфян 4.15. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не отсветит сокрытые во мраке. И каждому будет похвала. Ну, согласен. Вот и все. А еще можно вопрос? Когда-то в одном из видео вы сказали, вот была у вас там Клавдия Устюжанина. Так, подождите минуточку. Что-то тут. Говори. Добрый. Ничего не могу сказать. Кто такой? С этим именем было несколько человек. И что я могу сказать? Даже у Сталина, у Сталина палач был с этим именем. Так, хорошо, подождите. Что вас интересует в моем мнении, к какому человеку и как отношусь? Ну, никак не отношусь. Я его не знаю. Что из этого? Не слышал, ни разу не знаю. Что дальше? С Богом. Всех интересует то книга, то человек. Как вы думаете? Что меня напрашивают? Как думаете? Это мое мнение. Я его не знаю. А что в книгах считал-то? Правильно, неправильно пишут? Я тоже не знаю. Я посчитал, но я вижу, что там написано неправильно. Правильно ли он, соответственно, ли Библии пишет? Я могу это на этот вопрос ответить. Неправильно. И показал сразу ему. Ему задали 64 вопроса. Патриарху. И только на 4, а на 5 он ответил правильно. Вот вы там знаете Клавдия Устюжанина или как? Да, я знаю, встречался несколько раз. Да, из Барнаула на улице Крупской жила. Она, ну как бы так, вскользь вы сказали, что она, даже когда воскресла, и она все равно не уверовала, а уверовала после какой-то там скорби. Через какое-то время вот именно уверовала. Нет, это я не говорил. Я говорил о том, что она уверовала, и этого не говорил. Евангелие она не знала. У ней была страшная болезнь, боязнь. Ей сатана крутил, как хотел. Вот представь, я там писал об этом. Я сижу с ее сыном Андрюшем. Это вот этот... Дома, он ученик был. Это не ее сын, что в аду якобы был. Да нет, это не ее сын. Он встроен нас, священником, устюжанин. Устюжанин Андрей. И в это время открывается комната, она влетает. Она уехала зуб лечить в Новосибирск. Здесь она боялась, что ее отравят. Понимаете, у нее фобия была, страх. И когда она там была, в это время ей дух, дух говорит. Там НКВД, КГБ, кто они там были тогда? Они взяли Андрюшу, его пытают сейчас. Вот это да. А у нее денег было. Она. Выскакивает. Первую машину останавливает до Барнаула. А первая машина самосвал. Да как до Барнаула? Ну, он получает вместе 150. Она ему 500 рублей. Ну, он и погнал машину сюда. И она прилетела. А Андрюша сидит. Я сижу с ним за столом. Опять насмеялся надо мной, обманул. То есть она Вадимой была каким духом? Ну, вот это то, что я видел. Я. Я пришел к ней с собачкой. У меня-то я в уголовном розыске занимался-то. И привязал около дерева. Это вышел, собачки нет у меня. Даже такой случай был памятный. А я в милицию, а она у них там собака. Милиция, видимо, осредила за ней. А собачка там 4 месяца. Она еще и лать-то не умеет. Но они ничего не сделали. Я поблагодарил и забрал. Я ее знаю. Я привез мед. У нас мама держала мед. И я привез ей там пол-литровую баночку мед. Там мед настоящий где-то. А которая за ней ухаживает, говорит, она его выбросила. Она боялась, боится, что ее отравят. Она пошла прищищаться и боялась прищищаться, что ее отравят прищастие. Ну, какая-то мания, паранойя начала. Ну, паранойя самая настоящая. Это то, что я конкретно с ней, это она мне говорила. Я говорю, она через стенку слышит. Я говорю, ну, что там слышит? Что слышит? Я говорю, ну, меня допрашивали два раза там. Ну, все. Тебе допрашивали. Да кому ты нужен? Ты сто тысяч лет никому не нужен. Это за мной, а не то другое. Это то, что она мне говорила. Ну, понятно тогда. Игнатий Тихонович, кстати, ну, будем заканчивать. Давайте. Я вот собира... Вот знаете, мне сон снился, когда я вам говорил. Я потом понял, что мне снилось, там, может, за год еще до этого. Два раза, что мы с вами говорили, потому что у меня дежавю потом было. Вот я иду, а у меня вот... Ой, а мне что-то снилось. Мне снилось два раза, что я с вами разговаривал. Но я как бы и два раза собирался. Больше не собирался звонить. Но если, конечно, вдруг вам что-то там нужно будет, если вы знаете, что я в Дании, там, отсюда, там, или я не знаю. Или, может быть, еще и поговорим. Ну, пока я не собираюсь больше вам звонить. А Копенгаген далеко у вас? 400 километров где-то. Это для Дании, это дальше, наверное, дальше. Нас в Дании очень хорошо встретили, в библиотеке. Очень хорошо. И все это заснято. И она сказала, ваши книги были уверены в Королевскую библиотеку. Ну, они вообще высококультурные люди, они датчане. Да, в Дании нам понравилось. Ну, и попадались плохие. Я работал на лошадях 3 месяца. И вот, наверное, я потом думаю, а, наверное, все-таки я после этого решил с Полженицына почитать. Потому как 3 месяца морально я был как в тюрьме. Морально. Ну, внешне вроде нет, а морально как в этом. То я потом думаю, я, наверное, все-таки Солженицына решил после этого. Кстати, вы считаете, Солженицын водился духом каким-то или нет? Ну, я не знаю. Я знаю, что это был гений. Ну, нет, я его тоже как-то почитаю. Я именно даже, я считаю, он не уступает там Достоевскому или Толстому во многом. Ну, например, как бы по манере, по качеству текста, например. Ну, и даже, вот Раковый корпус, Круге первом, мне очень понравились. Ну, как бы, я не знаю. Ваше мнение, может быть, когда-то вы о Солженицыне что-то запишите. Хотелось бы, например, о Достоевском Солженицыне, о их там важности, например, сейчас, например, читать. Если у вас, конечно, будет на то время. Я знаю, что вы заняты. А я люблю про этих писателей послушать через призму православия. Ну, про Толстого-то много сказано уже. А про Солженицына вообще ничего не сказано через призму православия, если так посмотреть. Если будет у вас возможность как-то хоть на полчасика о нем рассказать. Кстати, я вот о перевале Дятлова очень интересное, ну, слышал ваше. О, мне так понравилось. Ну, мне интересно было там одно время эта тема. И, кстати, про Левиафан я тогда вам мало сказал. Вы очень интересно вы рассказывали. Но я почему скептически к этому отнесся? Потому как Звягинцев. Я всегда смотрю, кто делает, как говорите, кто сказал, кому сказал, зачем сказал. Вот как кто сказал Звягинцев. А он как бы атеист. И у него очень хороший фильм «Возвращение», если вы видели. Ну, «Возвращение» называется. Это там, где ему дали, по-моему, Льва этого берлинского. Или Венецианский какой-то он победил. Он даже в Дании продается в магазинах. Вот «Возвращение» его. Что Левиафан по сравнению с ним слабый фильм. Поэтому как бы я, ну, спокойно к нему относился. Ну, я просто знаю, что Звягинцев атеист, и он не мог. Вот, и священников он показал как-то сильно Елей на того, не похож он на священника, что хлебами вот этих, ну, якобы, что притчу говорил, что, мол, Ио, там, не притчу, а беседовал. Якобы этот бедный священник. Ну, поняли? Мне вообще образ его не понравился. Как бы, я считаю, что он не смог показать священника правильно. Ну, а вообще, вы рассказали вот этот очень все. Я много чего для себя узнал. Я всегда беру, стараюсь брать что-то хорошее. Даже если я там с чем-то не согласен. Ну, фактические какие-то вещи с разных моментов. Сейчас ролик задворного Михаила, который там с мехащицем занимается. Олег Вещи. Я сделал во свете Библии, разобрал его. Прямо в самом начале тут у нас. Роликов 10 отмахните и увидите. Вот. Я разбираю во свете Библии его. И вчера мне прислали, оказывается, мой материал взяли с Афона, на Афоне, монахи там. В своем канале поставили. Наконец-то, говорит, хоть один разобрал, что такое на его язычество. О, вот это интересно. А я еще разбирал. Я не все ролики смотрю. Я, во-первых, смотрю, чтобы были длинные. Ну, я длинные, чтобы слушать, чтобы не переключать в плеере на работе. Включил и работаю. Извините, что я перебил. И смотрю, чтобы вы там были на ролик. Когда вас там не видно, то я, как бы, может, особо и не качаю. Ну, могу так зайти. Не, ну, там, где вы. А вот если вы, вот есть монологи, знаете, там. Ну, я вот эти там, где общие, собрания тоже не очень люблю. А там, где вот именно конкретика какая-то такая. А вот вы сразу и не видите. Я сижу, ушел в конце зала. Ну, а потом все-таки где-то в середине бывает там, нужно сказать, я не прячусь. Я говорю тогда. Так что вы маленько дергайте и смотрите тогда. Вы найдете где-то. Потому что у меня определенная программа. Вот сегодня я о чем говорил, показана была. Я захватываю мировые события. Но главное, это призыв людей на молитву. Может, вы еще что-то скажете о вот этих терактах во Франции, которые... Я как раз сказал об этом сегодня. Я отдельно могу... Вы не задали, а задали бы вопрос. Я более подробно вам ответил. В Сирии, допустим, что означает исламское государство. Почему русские вошли туда, долбят их сейчас. Я могу вам все это ответить согласно Библии. А я просто, Игорь Тихонович, слушал вас, вот вы говорили там, Москва, вот это там, Россия, блудница, Вавилонская. А я, например, вообще категорически с этим не согласен. Хотя я считаю, что если будут вот эти события, что там города будут гибнуть, вероятно, Москва погибнет. Но я как бы с вами, вы не спорите, и я спорить не хочу, как говорится, время покажет. Но я как бы, несмотря на это, я вас все равно люблю и в другом я от вас беру это. Ну, что мне нужно, как бы, понимаете, о чем я говорю. Ну, вот только насчет этой Вавилонской блудницы, как бы, ну, уж очень мало аргументов. Я даже, я просто сам читаю, я вижу, что больше оно подходит к США, например, сейчас, в нашей... То есть вы не согласны, что Вавилон, Павел Вавилон, что так в Москве относится? Ну, Москва, Россия, это вот этот зверь, он тоже нехороший, вот на котором сидит блудница. Ну, он тоже не отбуд... как бы, он адский, адский, например, ну, какой-то, вот этот был Советский Союз, это, возможно, вот этот зверь, на котором она сидит. Она его, как бы, победила, на нем сидит. Но он тоже нехороший. Я тоже, мне не очень нравится это, там, мы, Святая Русь, вот это все. Я, как бы, ну, скептически на это смотрю. Ну, насчет того, что вот Вавилонская блудница, я не согласен. Я считаю, что этот зверь, что они, вот Путин, вот эти асы, в итоге там будет ее какое-то повреждение, они его добьют, но он тоже нехороший, как бы, он тоже зверь адский. Понимаете, Филипп, тут вот какое дело. Там дается, это город, Даши говорит, Даши город, толковать-то не надо. Это город, не государство. Не человек. Город, там дается, что означает это, и говорится, город. Толковать-то надо именно по Писанию. А это уже говорится. Вышел сеять и сеять. Сеять, и говорит, Сын Божий. Сеять Слово Божие. Уже толковать не надо. Что-то где-то еще толкует, а здесь толкование Бог сам дает. Хорошо, бежи до мамы, сейчас я приду. Все, сейчас, сынок. Игнатий Тиханович, подождите. Все, давайте. Давайте, как-то, может, пусть вам этот, как его, ну, ваш кто-то, ваших детей или братьев, вас поспрашивает вот это все о Сирии, там, о Игиле. От вас крайне интересно послушать все вот эти события, что сейчас происходит в мире. И что, возможно, нас, к чему нам готовиться, например. Вы понимаете? Вот готовьте вопросы, и потом позвоните. Ой, ну я не обещаю, что следующее, видите, две недели прошло, потому что я и сегодня очень сомневался, что позвоню. Вот ждут меня, ехать нужно. Вот это же. А обещать не надо. Я не прошу, а говорю, что открыта дверь для вас. Спасибо вам за время, уделенное мне. Я очень благодарен. Спасибо Христосу. Спасибо Христосу. Молитесь за меня, если еще я вас записан. Господи Боже. Пожалуйста. Потому что как бы нужно мне. С Богом. Хотелось. С Богом. Спасибо. Хорошо. До свидания. Хорошо. Хорошо.